Крепкий Орешкин повторил подвиг Путина Куда домчит министр Лада Политика Власть 15 июля 11-2 Крепкий Орешкин повторил подвиг Путина Куда домчит министр Лада Главы Минека ударил автопробегом по бездорожью и разгильдяйству и присмотрел новую трассу на Казань Виктор Сокерко Комментариев просмотров 4325 На фото Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Фото Екатерина Штукина ТАС Позволить себе роскошь передвижения на отечественном автомобиле мог разве что президент Владимир Путин Который в августе 2010 проехал на Лада Калина По трассе Хабаровск-Чита Сейчас за руль Лада Ксрей Сел министр экономического развития Максим Орешкин Который отправился в Тольятти на форум Моногородов Выехав из Москвы еще в пятницу днем Он запланировал прибыть в автомобильную столицу к понедельнику Заехав по пути во Владимир Нижний Новгород Чебоксары Казани-Самару За время поездки министр Как он сам написал в Инстаграм Хочет пообщаться с людьми и предпринимателями Вспомнилась пламенная речь товарищ О! Бендера из Золотого Теленька Я рад, товарищи Заявил Остап в ответной речи Нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удайва Автомобиль, товарищи Не роскошь, а средство передвижения Железный конь идет на смену крестьянской лошадке Наладим серийное производство советских машин Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству Я кончаю, товарищи Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь В соцсетях идея Орешкина самостоятельно доехать за рулем Лады до Тольятти Вызвала немало юмористических замечаний Мол, ну-ну, проедешь по нашим дорогам Где семь колдобин на версту Да еще на отечественном автомобиле Которые как ни называй Все равно жигулями останутся Еще ты удовольствие получишь А вы собираетесь на этом ехать? Написал один из пользователей Звонок другу Путин ответил на входящий Зеленскому перед встречей с Трампом Украинский президент проконсультировался с Москвой Если говорить о относительно выбранном Максимом Орешкином для поездки Лады То Ladex Ray Не худший автомобиль в модельном ряду ВАЗа И может весьма достойно конкурировать с иностранными кроссоверами Цена, правда, начинается от 500 тысяч рублей Еще дороже будет модель Ladex Ray Crossat Старт продаж которых запланирован на 22 июля нынешнего года В топовом исполнении это будет порядка миллиона 980 тысяч рублей И вот, например, в самом Тольятти местные автомобилисты патриотично выбирают Именно продукцию отечественного автопрома Такого количества машин с эмблемой ВАЗа в Москве точно не увидишь А вот с дорогами действительно все печально Собственно, и дальний маршрут до Тольятти через Казани Орешкин выбрал не случайно Путешествие должно помочь ему подготовить позицию Строить новую платную трассу Москва-Казани Или полностью реконструировать федеральную трассу М7 Дорога этого водителя особой популярностью не пользуется Как, впрочем, и многие другие Вот и Максим Орешкин Выехав за МКАД, сразу уперся по этой трассе в пробку Ставшей уже легендарным непроходный затор в Балашихе Потом затормозил в покрове там тоже не проехать Сам Орешкин потом делился В одном месте машина наехала на яму и чуть не пробила колесо Надо продолжить заниматься состоянием трассы М7 Надо полагать, что при этом все-таки Орешкин ехал не как обычный автолюбитель Каким-то чудом он умудрился до вечера доехать до Нижнего Новгорода Заскочив по пути во Владимир Где пообщался с местными пекарями и Доброграде Скорее всего у него была и машина сопровождения Все-таки федеральный министр ВСО чиновника такого ранга одного точно не оставит И местные сотрудники ГИБДД «Зеленый коридор» ему обеспечивали Так что прелести скоростного передвижения по отечественным дорогам Ему довелось испытать по трассе М7 только в Московской области Где даже мигалками пробки не рассосишь Вероятно, что определяясь с выбором новой трассы Орешкин учтет и такое пожелание одного из своих пользователей В Instagram от Москвы до Владимира практически сплошной населенный пункт Реконструкция не даст результатов Нужна новая дорога в обход населенных пунктов Министр экономического развития Максим Орешкин выбрал не самый близкий путь до Тольятти Понятно, что по причине необходимости посетить Нижний Новгород и Казань Кстати, в НН он закончил день уже за полночь в пивном пабе Где компанию ему составил местный губернатор Глеб Никитин Употреблял ли пенный напиток не сообщается Равно как и то продували его на следующий день гаишники или нет Вообще из Москвы до Тольятти есть 7 других маршрутов Самый короткий из них – 983 километра, трасса М-5, но он и самый сложный, опасный и непредсказуемый Кто ездил по этой трассе подтвердит, что качество дорожного покрытия на ней отвратительное Зачастую отсутствует разметка, чем пользуются сотрудники ДПС с видеофиксаторами Российским чиновникам не стыдно богатеть за счет нищего народа Слуги народа у нас могут жить, ни в чем себе не отказывая Еще один маршрут через Владимир, Мура, Арзамас, Ульяновск, Димитровград Его протяженность составляет 1043 километра Дорога, как утверждается, вполне приличная, с вариантами объезда городов, но при подъезде к Москве опять неминуемые заторы Остальные маршруты отличаются небольшими от клонения через другие города, но из Москвы все они начинаются на трассах М-7 или М-5 И все они крайне медленные, загруженные, с узким и дорожным полотном, проходят через населенные пункты Разогнаться можно лишь ближе к Тольятти Маршрут платной скоростной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, протяженностью 729 километров, стал известен еще в конце апреля Трася пройдет через Владимир, Муран, Арзамас, Сергач, Канаж и Шали План-график реализации этого проекта, который должен стать участком международного маршрута Европы-Западной Китай, представила госкомпания «Автодор» Стоимость проекта оценивается в 539,6 миллиардов рублей, из которых сумма субсидий из федерального бюджета составит 323,1 миллиарда А остальные 216,5 миллиарда планируется привлечь за счет внебюджетных источников Можно предположить, что Максим Орешкин сейчас и поехал таким экстравагантным для российских чиновников способом искать по пути будущий трассы спонсорские средства у губернаторов и предпринимателей Ну и, заодно, отвезти на родину в Тольятти В обратный путь министр наверняка отправится уже на самолете Новости курса валют Эксперт рассказал о курсе доллара в конце года Субтитры создавал DimaTorzok